Перспективы получения новых оборонных заказов обсудили сегодня на Чкаловском заводе. Гости на крупнейшем авиапредприятии самые компетентные в этом вопросе. В Новосибирск прилетел министр обороны Сергей Шойгу. Впрочем, только посещением цехов, которых делают истребители последнего поколения, министр не ограничился. Говорили и о научных разработках. Подробности в сюжете моих коллег. У нас контракт на сколько стоит? На доработку на 17. Вы мне на годы скажите. Три года? Главный контракт на производство Су-34. Истребителя, который уже стал легендарным. Уже 16 лет Чкаловский завод поставляет эти машины в летные части. Сколько единиц Минобороны заказывает в год? Информация секретная. Но сегодня после переговоров с руководством авиапредприятия становится понятно. Сотрудничество будет долгим. Мы посмотрели на горизонт примерно 10-13 лет. И теперь уже имеем такую возможность перейти на большие контракты. Контракты в данном случае до 33 года. Для того, чтобы промышленность, как в советский времен, имела возможность вести нормальную плановую работу. Конструкция Су-34 уже пережила несколько этапов модернизации. Самолет становится легче, быстрее, маневреннее. Но сегодня говорят уже о новом этапе в жизни завода. Это возможность выпускать тяжелые беспилотники-охотник. Бомбардировщик с дальностью полета в 6 тысяч километров, скоростью в полторы тысячи и боевой нагрузкой в минимум 3 тонны. Кроме того, обсуждают сегодня контракты жизненного цикла. Когда предприятие не только создает самолеты, но и обслуживает их все время. Вплоть до утилизации. Еще один пункт в рабочей поездке министра – Дом ученых Академгородка. Здесь говорят о разработках сибирских ученых для Министерства обороны. По понятным причинам не все для прессы. Ваши службы заставили сделать так, что рассказать практически нельзя про сибирское отделение. Но я все равно воспользуюсь тем, что здесь вот висит. Вы понимаете, к сибирскому отделению относится все, что вот здесь вот до убоя. То есть, так или иначе, по науке мы отвечаем вот за эту, за всю часть. Министр обороны отмечает, нужно изменить оценку эффективности работы научных институтов для оборонно-промышленного комплекса. Но есть проблема. Информацию о таких разработках нельзя публиковать в зарубежных журналах. А это для ученых вопрос рейтинга. Пока он остается открытым. Решение глава оборонного ведомства будет искать вместе с министром науки. Екатерина Тихомирова, Дмитрий Белькевич, Борис Гладких. Новости ОТС.